Ярославля завершается седьмой международный конкурс молодых пианистов имени Алексея Насеткина. Соревнуются самые сильные юные исполнители. Сегодня финальный тур. Программа выступлений с Ярославским в симфоническим оркестром, сложное произведение Баха, Моцарта, Листа, Рахманинова, Прокофьева. В чем особенность заключительного дня конкурса узнала моя коллега Анна Лазоркина. Для Ярославной Дарьи Козловой такой серьезный конкурс не первый. Оба тура позади. Теперь томительное ожидание результатов. Мы выбирали между Рахманиновым первым концертом и Синсанцем. Но так получилось, что выбрали все-таки Синсанца. Но этот концерт мне тоже очень сильно нравился. Перед выступлением, конечно же, есть волнение. Но я себя настроила и на сцену вышла довольно-таки спокойной. Конкурс проходит раз в три года. Для участия в проекте в Ярославль приехали 40 музыкантов от 8 до 24 лет. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Саратова, Самары. Их поддерживают педагоги и родители. Пианистка из Китая Ань Ци Цзинь с мамой, которая преодолела более 7 тысяч километров, чтобы услышать рапсорию на тему погонения Рахманинова в исполнении талантливой дочери. Русский композитор пришелся по душе юной солистки. У него музыка очень сильная, есть свой характер. И мне очень нравится его музыка. Так будет очень, как сказать, энергия. Конкурс носит имя Алексея Носеткина, пианиста, композитора и педагога. Музыканты в обязательном порядке исполняют его сочинения. В Ярославль специально приехал ученик Носеткина, почетный гость конкурса и ныне прославленный пианист Владимир Овчинников. Он для меня всегда был такой недосягаемой мечтой. И когда эта мечта сбылась, я попал к нему в Московскую консерваторию. Я был окружен какой-то особой заботой, особым интересом. И он со мной очень внимательно и как-то ответственно занимался. На вопрос, что является главным в исполнительском искусстве, Алексей Аркадьевич отвечал – благородство, простота и естественность. Недаром его игру называли настоящей магией звука. На седьмом международном конкурсе молодых пианистов имени Алексея Носеткина в зале работают члены жюри, слушатели только на балконе. Дисциплина строжайшая. Второй тур – выступление с Ярославским симфоническим оркестром. К сожалению, из-за пандемии мы пропустили один из конкурсов. Очень волновались, удастся ли нам заново все это собрать. Собрать уважаемые жюри, собрать наших дорогих участников. И у нас это получилось. В этом году исполнительский уровень очень высокий. За всю историю конкурса не было такого числа участников, допущенных к финалу. Уровень серьезный. Я даже не помню такого, чтобы пропустили в одной группе шесть человек в финал. Шесть человек – это много в одной группе для того, чтобы сыграть с оркестром. Это говорит о том, что мы, правда, даже звонили дирижеру, спрашивали, можно или нельзя. В торжественном закрытии конкурса примут участие лучшие из лучших. В программе гала-концерта слушатели ждут приятные музыкальные сюрпризы. Анна Лазоркина, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. Продолжение следует...